здравствуйте всем друзья привет мы в икее краснодар как мы уже сказали в нашем влоге мы пробрались продрались через бюрократию краснодарской икея надеюсь что больше не будет каких-то препонов в общем следующий раз мы сказали заявку оставлять официально на сайте неделю мы будем так и делать а значит план на сегодня такой мы сейчас идем снимать обзорку показать магазин сравнить вообще даст наши икеи с нижегородской вообще принцип со всеми теми которые вы посетили также мы сегодня снимем еще и новогоднюю коллег это вам такой мини анонс что вас ждет на сайте еще мы хотим снять новинки а их очень много появилось и по вашей просьбе подушки то есть работа на сегодня до вечера 4 полноценных обзора а вы пойдемте на и смотреть так друзья мы стоим при входе кстати имейте ввиду вход в краснодарской кей на другую сторону не как обычно в других магазинах то есть против спирт параллельно вот обычно здесь вы и я по крайней мере со слов сотрудников икеи самара икея краснодар икея ростов икея краснодар самая маленькая не значит мы это посмотрим потому что сотрудники нам сказали что они не самые маленькие они как и все в россии так друзья мы сейчас с вами сделаем обзорку не будем ее затягивать на 2 часа как мы любим минут на 20 и буду отмечать такие да интересности дальше потом уже мы еще раз приедем мы же приехали надолго и снимем прям конкретно интерьера дим пойдем хочу отметить такую штучку смотрите это ручки мебельные вины сет просто в нижнем они представлены на стойке на нигде ни с чем не сочетается и смотрите как интересно обход уже с деревянными ручками то есть сразу можешь как-то так мазнуть взглядом то есть дерево сочетание с деревом с шкаф совершенно смотрится по-другому даже если ручки не большого размера а уже есть отличительная особенность а мы в отделе диванов ребят я не знаю как ее говорят что она самая маленькая но я вижу здесь два полноценных зала вот этот вот зал где мы сейчас стоим дим сделай общее с диванами здесь все диван очень многие в разложенном виде нет диванов наверху ну кроме вот наверное лангрусты хотя она дублируется внизу и пару диванов которые опять же дублируются внизу по креслам сейчас будет отдельный зал ребят ну сомневаюсь что это маленькая икея честно на первый взгляд друзья вторая часть отдела с диванами дим сделай общую проводку здесь в основном кресло но и плюс все диваны в коже они все в одном месте это тоже очень удобно их можно посмотреть рядом друг с другом я уже не устаю повторять не напоминает многие места когда в икее находимся с икеей стамбул смотри как кожа классно представлена вот это например диван мордаль у нас вообще не заметен никогда у нас он где-то в углу в неже в новгороде стоит а здесь вполне так кажется большим хорошим диваном в общем пока в первые впечатления классные уже увидел несколько новинок который мы вам дальше покажем отдел диванов плавно перетекает в отдел с журнальными столиками также знаете чем удобно вы можете взять журнальный столик и это не сильно далеко отволочь его к дивану и понять подходит он вам или не подходит смотрите вот здесь все столы и в том числе и консольные которые используются в коридорах и используется для разделения пространства то есть вот плавно все все столики здесь и здесь же сразу в параллель плетеные кресла тоже все на выставке а что понравилось то есть кресла которые стоят внизу наверху продублированы внизу то есть есть возможность потрогать пощупать подвигать посмотреть посидеть а дальше будут интерьеры интерьеры мы вам открывать пока не будем мы будем снимать их отдельно и пойдем дальше по локации гостиная очень темная но такая стильная африканская больше даже кожа красная ну я надеюсь что сейчас новым светом и звуком у нас очень хорошо видно все панели все фасады глянцевые смотри как интересно сочетается это беста с новинкой ну как новинка полгода уже примерно в ассортименте вся по кругу полностью и за счет того как играет цвет она смотрится по-разному более светлая и более темная здесь же пакса с фасадами викидаль той же глянцевые то есть они входят как бы до в общую гамму и что мне понравилось смотрите нет никакого пустого пространства в сзади дела полностью ниша который занимает шкаф дополнились вот возможно в этом и фишка что магазин то небольшой но пространство используйте полностью еще хочу что отметить смотрите полка алекс который всегда вешает это консольный стол вообще подвесная полка который используется как туалетный консольный стол она стоит на регулирующих ножках олов тоже классно такое решение я еще не видела нужно запомнить и передать клиенткам что так можно тоже сделать очень интересно мы кстати почему до этого не додумали сами не знаю вот такая белая розовая девичья комната есть фактически в каждом магазине но друзья что какая особенность здесь что мне понравилось во-первых здесь нет этого огромного полу бы который висит у нас нижнем новом городе висит других магазинов то есть уже не съедается пространство и вот здесь мне очень понравилась стена я думаю мамы дочек оценят берется деревянная вагонка и просто пускается по стене а дальше и киевские полги самый бюджетный вешалка мулик но за счет вот этого сочетания дерева она уже смотрится по-другому дальше смотри от казалось бы обычный обеденный стол приди ну как бы он пристигает вам при стеного крепежа он используется здесь в качестве туалетного столика но здесь же соответственно можно как рабочий использовать и еще один момент пока зима снимает я сейчас перемещусь самый бюджетный трехстворчатый шкаф но на нем висят не дешевые ручки энеррида и шкаф уже заиграл по-другому то есть пересекание серебра а здесь плюс долг серебро на коробочках зеркала аксессуары и вот это все дает общую картину и еще это мой любимый лайфхак честно вот это полоте штанга для полотенец кольцевая из ванны очень хорошо использовать как подхват для любых штор большой объем сюда умещается и красиво опять же до перекликание с ручками вот из таких маленьких моментов и складываются живые интерьеры миленькие красивые интерьеры плавно перетекли в отдел стеллажей и гостиной здесь да прям вот тесновато но вроде как все лаконично не знаю надо понять удобно или нет значит туда здесь все тут все стеллажи коллакс вообще все что связано с хранением посередине вся линейка беста практически расположилась и по левую руку от дима получается уже беста варианты готовые и они вот так вот плавно 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 туда перетекают и опять замыкаются на готовом интерьере отдел со столами и стульями рабочий надел сразу скажу маленький но вроде как будто бы представлено все но так кучно что пока сходу не сообразишь мне например в таком вот набитости мне сложно выбрать я визуально не могу то что стол на столе буквально я его не вижу в интерьере и не осмала все-таки таких готовых решений которые помогают понять какой стоп пойдем дальше в рабочий стуль и посмотрим как там кстати нашла новый стол когда сейчас будет снимать новинки про него расскажем дим посмотри пожалуйста налево вот здесь весь уголок с писем с рабочими стульчиками которые в принципе есть ну сразу скажу не все по ходу в итоге с наличием тоже не будет как и во всех других магазинах так плавно перетекаем кухню все обзоры по интерьерам кухню будут снят отдельно хочу отметить некоторые которые интересны смотрите сочетание вактор по орех и с объемом таким серо-бежевым цветом глянцем тоже принципе интересно смотрится ну понятно это совсем пространство которое вы вряд ли будете использовать это очень высоко и вот эти вот шпалеры они точно такие же есть и в самаре и в казани есть похожие то есть ну думаю очевидно дизайнеры просто тупо переопыляется между собой и у кого как это выглядит пойдем еще парочку кухнах интерьеров глянем кухня метод с фасадами рингуль в чем фишка что мне понравилось золотые ручки bagans длинные поменьше в сочетании с точно такой же полка из этой серии и вот как раз идет перекликание золото здесь золотыми акцентами вот это белая кухня которые не все хозяйки любят говорят что она скучно и она неинтересно она смотрится уже совершенно по-другому это на барная стойка которая сделана из напольного шкафа и столешницы вот кстати такой готовый вариант 16000 получается стоит ну принципе я думаю для барной стойки вполне адекватный ценник получается так по кухонным интерьерам я думаю будем снимать отдельно ребят нам нужна ваша помощь скажите когда у вас меньше всего народу магазин чтобы не мешать друг другу мне очень понравилось зонирование зонирование кухонное зонирование дизайна дизайна зонирование отдела битуби вот все вот такой вот красивый все в одном околичном стиле черно-коричневая коричневый такой классические и черные вставки все это в зелени пусть даже в искусственной зелени но по крайней мере создает именно такой неположительный настрой для работы видео ребят вот это прям респект вот это я хочу чтобы было во всех икеях смотрите образец столешнице но блин зря что при шурупе на половину респект на половину респекта что еще бы вот он отгибался было бы классно а значит какая столешница как ее укоротить и каких два размера со счет еще существует но из минусов что ни одна столешница не могу взять в руки посмотреть в срезе вот в нижнем они разрезаны на срез и я там могу видеть как это будет в неокрабленном виде пойдем посаду посмотрим как представлены фасады благо отдельно но на фасадах опять ничего не написано какая-то модель из чего они так далее вот это вот тоже упущение я очень надеюсь что нас когда-нибудь услышат вас и нас и мы сможем этого общими силами сделать чтобы можно было бы что было это удобно всем где сейчас пойдешь как вы уже поняли мы стараемся снимать так чтобы не мешать дорогим не смущать людей это одно из наших правил с димой мы находимся сейчас в остаточном до хвостики отдела кухни отдел кухни мне понравился момент я вам как бы до акцентировала все в принципе как и везде представлена что понравилось дим вот как-то вдаль это можно туда уйти камерой очень много вот этих деревянных коричневых элементов они дают разнообразие на привычном белом и киевском фоне объемности представление как это у вас выглядеть будет дома а это ключевой момент ребят почему потому что когда вы вот сапнули да вот эту какую-то фиговину вот так вот в магазине и тащите ее домой а вы не понимаете как она у вас именно станет поэтому вот такие вот переходы цветовые они дают немножко смещать сужает пространство но дают вам возможность акцентироваться и понять подходит вам или нет что понравилось вот все с тележки тем все тележки в одном месте у нас они в нижнем тоже в принципе в одном месте но не как-то так в уголке закупки что на них никогда никто не вращает внимание многие кто пользуется нижегородский магазин самостоятельно говорят блин ребята где тележки вот в краснодаре тележки здесь все в одном месте пойдем в стулья и в столы так мы в отделе столов и стульев обеденных в принципе все так же как и в нижнем и во всех магазинах особо какой-то разницы не вижу представлено все все на месте возможно не все интерьеры готовы потому что переодевание идет к новому году сервировка к новому году но по крайней мере визуально столы есть все и даже новая линейка роватор который у нас еще не представлен но здесь мы про нее отдельно обзор снимем смотрите какой интересный интерьер на нашли дима говорит что это для частного дома но я считаю что это можно и в квартире организовать такой прикольный уголок это уже решение именно дизайнера то есть это никаким образом не является какой-то концепции кей это просто вот я дизайнер я так вижу ассортимент интересные интересное сочетание между собой то есть такой вот нужно это мужская наверно комната дайте где может быть даже и женская но очень много таких моментов я думаю мы это прямо все интересные интерьеры мы вам отдельный обзор разберем потом не один кусает мы в отделе кровати цвета много кстати хочу отметить темноты пока в магазине не увидел но мы еще не весь его прошли что понравилось у отделе кровати где-то еще да пожалуйста вот помимо стандартного списка до который есть во всех магазинах вот такое вот еще решение человек понимает что здесь каркас палка речное дно две штуки и матрас для того чтобы покупатели не забывали что им нужно купить вот такая напоминалочка очень удобно особенно если покупатели возрастные визуально кроватки все да они прям вот в притирочку тырочка в тырочку друг другу а здесь же параллельно все тумбочки ну сравниваю да с нашей икеи с нижегородской в принципе у нас все то же самое тумбы видно все ко всем можно подойти потрогать подвинуть из отдела кровати плавно перетекаем в отдел матраса ребят это стандартные как и везде хочу отметить что очень мало что на стенах в основном все на полу из таких приятностей который добавляет уюта вроде бы до отдел с матрасами но вот эти вот зеленушки в коробах они дополняют просто красиво статически смотрятся из минусов большой жирный минус я не могу матрас достать и посмотреть и развернуть нижнем новом городе у нас есть доступ ко всем образцам то есть не у нас конкретно у любого покупателя здесь такого нет они все закрыты ребята это жирный минус его нельзя да пожмакать пощупать что-то внутри залезть него порой ну как бы это важно вот этот момент вот этот момент мне не нравится так мы сейчас плавно перетекаем в детские кроватки в принципе здесь все стандартно кстати кушетку которую мы нам не понравилось за 15000 и и тут отнесли даже к детским кровати ну логично наверно смотрите даже тюра есть так вот новинка что такое роварор кровать кушетка ванка я тебя слепила из того что было где вы тихонько убьешься так но мы это снимем в новинках покажем я не хочу пока на этом останавливаться но я не в восторге так мы нашли некоторые матрасы детские которые можно все-таки пощупать о чем я вам говорила да то есть плотность плотность наполнитель расстегнуть замок посмотреть что меня ждет внутри какие сюрпризы это очень важно иметь к этому доступ поэтому я считаю что все высочные образцы должны вот иметь такой доступ для всех покупателей так мы в отделе гардеробной ничего такого отметить не могу обычный отдел чуть темновато для меня мало цвета не все светильники работают хочу вот такую штучку показать который нигде не видела смотри наши гардеробные растет вместе с вами с вашей семьей мужчина добавилась дама добавился ребенок то есть ты визуально понимаешь что-то принципе так да я могу взять вот такой шкаф и сколько у меня еще есть потом возможности дорастить вот такой визуал он помогает определиться с покупкой вот это прямо зачет отдел с комодами тоже ничего такого выдающегося нет все обычно темновато ребят ну это реально темновато единственное что мне прям понравилось и зацепила смотри бамбуковая линейка здесь и стол и зеркало и полочки и гардероб то есть этот линейка наркиза и шток не можно давать все в одном месте почему потому что в одной серии они смотрят очень лаконичные когда ты их видишь все вместе и хочет ставка честно вот себе добавлю что комода очень хорошо подобраны по цвету белые все в одной части ну так под дуб в середине а темные цвета все с крайне иди сюда смотри тоже интересная штучка не все понимают сколько в кому-то месяца до 28 3 28 футболок 48 пар носков либо каких-то 20 маленьких лененьких штанишек в общем штучки такие тоже интересные опять же да повторюсь это такие лайфхаки который помогает стимулирует покупки несмотря на все-таки небольшой размер магазина детскому отделу очень много внимания вот сзади димы полностью груднички но вот один ободин практически как нижнем новгороде дальше идут подростки игрушки рисовалки и так далее а вот железная дорога очень интересно представлюсь мы пойдем и покажем вот такого я не встречала нигде двери как в американских пабах только набору поверните налево поверните направо то есть это открывается и вы можете понять куда вам пройти а в нижнем тоже есть например проходы просто дырочки в самаре по моему тряпочками завешено вот но лучше либо дырочка либо дощечки только не тряпочки так мы плавно перетекая в детскую дим очень хочу показать как дорога представлены слушай это наверное самый большой выставочник железной дорогой в нижнем ногу где-то представлено просто на стене да но вот так оно понятней и плюс ты можешь наверное залезть что ли никуда ты не можешь залезть так ко мне интересует вот еще такое а это просто такая зона деткам поиграть так вот она принципе вся детская зона все игрушки здесь лего кстати очень низко собраны но они соответственно все закрыты вот да как варианты закрыты все полностью лего у нас дома зашло очень алена играет бесконечно бесконечно что-то строит вот чем не действительно понравилось на уровне глаз то есть я вижу не высоко задрано вот это вот более доступны что я долго могу гладить это динозавра ребята по нашим ощущениям в укея адыгея самый большой детский отдел 4 огромных зала очень понравилось все конечно здесь на чуть-чуть цвета не хватает и интересно смотрите ресторан до отдельно зона кафе отдельный ресторан и ресторан двухэтажный ресторан тоже большой я думаю наверное сегодня там чего-нибудь слопаем а мы закончили в принципе с выставкой мы плавно перетекаем в посуду это уже маркет холл называется где много всякую мелкую хотя и детской к этому относится так что я думаю там шибко наверное разницы не будет она обычно стандарт но тем не менее посмотрим наверное не зря черное море находится и особо далеко смотрите сколько акул навально просто дикой кучи если сейчас дима развернется и покажет вокруг него что то мы находимся в зоне где все где собрана в принципе вся бюджетка а все недорогие товары которые можно использовать на подарки либо там да какие-то мелочи но они все в одной цене то есть это самые низкие цены дешевле ребят не найдете помните да лайфхак если вы видите желтый ценник дальше можете не искать дальше не найдете теперь все же пойдем в посуду пойдем со сковородкой мы быстро пробежали отдел посуды он чуть поменьше чем в нижнем хотя дима говорит что такой же мне кажется чуть меньше ну да ладно практически то же самое все так же каких-то вау-вау не увидела идем дальше вау искать а за поворотом нас ждал сюрприз еще огромный зал с посудой какой-то даже бесконечный поэтому я беру свои слова обратно здесь света достаточно очень удобно будет выбрать какую-то кружечку я думаю мы это сделаем и покажем что мы взяли себе потому что но как бы мы же в пустой квартиру заселились нам некоторых вещей которому привыкли дома не хватает дадим а вот пошли я теперь начинаю подозревать что нижнего город оказывается может быть меньше да может быть мы в отделе штора приори во всех городах он более темный чем в других другие отдела что понравилось смотрим часто дал особенно в обзорах про шторы разделение отсутствие затемнения уединение комфорт затемняющий гардерий полная защита света вот здесь на перфорированной панели идет как источник света и можно легко понять какие шторы каким относятся то есть как это будет на свету вот это мне понравилось где покажи вот вот так вот все шторки скидки кстати сильно ярко не отмечены но зато новинки где видны вот эти оранжевые гуляю кругляши новинки вы не пропустите поймал и шторм планы перебежали отдела с чехлами там все стандартно отдел в постели что хочу отметить дим можешь как-то вот ну куда-то сфокусировать камеру на зеленый вот либо да ну любые постельки смотри вот кажется ты мне задал вопрос как будто здесь постели больше самом деле постели здесь столько же но подушки все одеты в наволочку за счет а пододеяльники в одеяло за счет и плюс они еще на расстоянии друг от друга они неплотно висят и выглядит это более объемно то есть вы видите постель так как она будет выглядеть у вас в живу их плюсы можно детально рассмотреть рисунок это тоже хороший жирный минут обкурят отдел ковров светло просторно очень много новинок я думаю дима сегодня ты устанешь снимать потому что новинок я нашла очень много которые будем показывать отдел ковров зачет мне нравится я понимаю что мне комфортно выбрать нет темноты как некоторых икея не в какой-то постороннюю запаха кстати мне хватает воздуха помнишь химках ну тут потому что потолочек даудо повыше будет как международи большой и вентиляция наверно хорошо работает нету просто пространство воздух снова много высоту да вот это тоже на самом деле плюс так мы сейчас плавно перетекаем в ванну отдел ванны сейчас пойдем туда дальше а здесь прям вся мебель и она сразу в интерьерах не просто мебель по стенам а еще и представлены немного как бы ну разбавление зонирование сделан цветом мне вот это понравилось то есть таким образом ты видишь как мебель будет том или ином интерьере жить то есть фактически на стоит очень также она стоит не у белой стены оставьте цветной стены это уже визуал как будто ванна отдел свет но тоже большой свет посредники со списками бегут вспоминаем нашу старую работу смотри что мне понравилось что хочу отметить отдельно каждый источник света в ящичке отдельно не все вместе в одной большой колбе ну плюс во первых все источники света у нас по крайней мере в нижнем но на момент нашего отъезда не было и отдельных ячейчек они все вот так в кучку и не были все лампы поставить с ноги были вот так я вот так и не понимаю как она будет светить насколько ярко вот здесь таких коробочках даже самый бюджетчик смотри вот да реех блин он довольно таки вот таким образом можно показать всю яркость и плюс цоколь отдельно лапочка лежит не понимаешь потому что некоторые но есть такие люди вот мы как бы даже дети саранского электролампового завода понимаем что такое тупо 420 у нас это в крови да мы в отделе хранения что хочу отметить смотри сколько света и вот эта вся бамбуковая серия плетеная ручная работа на снежнем она как-то в уголке в темноте и никто не видит здесь ты сразу на нее прямо носиком втыкаешься хочешь не хочешь все заходят трогать смотрят и что-то положить себе в корзинку вот мне тоже сразу захотел сказать что купить на что потом скажу отдел хранения небольшой сразу скажу он покомпактнее мы сейчас наверное итогово сравним все-таки магазины когда склад увидим да по складу можно понять объем магазина у нас осталось немного у нас осталось фактически только оформление кстати отделы идут по порядку так же как и в нижнем новгороде что вам опять мы быстрые как бы слова впереди нас идут оказывается у нас отдел хранения гораздо больше чем кажется их 3 зеленые внутри вот итог у нас осталось оформление мне пока магазин нравится мне комфортно так что икея краснодар количество посетителей ровно столько сколько вы ниже темно наверно будем не везде во всех регионах тогда мы не хотим рисковать посещать эту икею в выходной день пойдем дальше так что расскажите нам как вас выходные и опять хочу отметить а в икею краснодар я увидела интерьер которых я не видела нигде да есть некоторые повторю что на их очень мало и очень много оригинальных интерьеров поэтому если это все до фантазии ваших дизайнеров они готовы какие-то разработки то прям ряда респект если ты готовы разработки почему тогда других икеев этого нет ну ну что мы закончили прогулку по маркер холл дальше за нашими плечами наши спиной склад очень похож на икея ростов много света естественно понятно это особенность регионов потому что солнечные линей гораздо больше чем например у нас по волжье и в этом плане дело форму не очень сильно выигрывает и растение хорошо смотрятся и все предметы интерьера когда попадает дневной свет смотрится самом деле классный стильно поэтому на текущий момент и я свое мнение не поменяла мне икея краснодар понравился у меня даже насколько я пытаюсь откопать что-то не то я не смогла этого сделать вот пойдем склад смотреть и уценку ну что икея адыгея наш до резюмируем мнение про икея от очередной икея которую посетила про икея ребят на самом деле прикольный магазин размер но что казалось что нижний новгород примерно одинаковый уценка не сильно наполнена ну есть такие интересные моменты но это у каждой уценка она особенно по своему а не было сори новый год распространен по складу как и все мы сейчас пойдем зарядим камеру и будем вам рассказывать уже про новогоднюю коллекцию на нее люди пока вообще не смотрят и и не берут по причине наверное того что еще солнышко 20 лишним градусов когда еще и листики зелененький зелененький какой нафиг новый воздуха достаточно света мне не хватило буквально в паре отделов поэтому вот на текущий момент у меня положительные впечатления я рекомендую да как бы икею для покупок и очень много посредников которые набирают сами ребят но переходите на новый уровень рекомендует дыши можно работать отделом битвы без особых заморотов тайны чтобы до этого дойти надо немножко вырасти да для этого нужно подрасти поэтому если только начал тогда нужно ручками все потрогать и пощупать вот у нас все мы с вами не прощаемся